В ночь на 14 ноября ушел из жизни российский актер театра и кино Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Об этом сообщила РИА новости со ссылкой на представителя Московского драматического театра, которым руководил Джигарханян. Печальные новости уже подтвердил и близкий друг актера Артур Сагомонян. К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в 6 утра. В последние годы в прессе время от времени появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Джигарханяна. Известно, что актер несколько лет страдал с сахарным диабетом и имел проблемы с сердцем. В апреле 2018 года Армен Борисович был госпитализирован с инфарктом. В больницу он впал в кому, из которой вскоре вышел. На самочувствие артиста также сказывались постоянные скандалы с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Армен Борисович обвинял супругу в хищении денежных средств, а также утверждал, что она хотела его убить. После одной из таких домашних ссор Джигарханян даже попал в больницу. Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в городе Ереване. Актерские способности проявились у него еще в школьные годы. В 1952 году он отправился в Москву, где пробовал поступить в ГИТИС, но попытка оказалась провальной, и будущему артисту пришлось вернуться на родину. Джигарханян окончил Ереванский художественно-театральный институт и в 1967 году был приглашен в Москву, где сменил несколько театров и участвовал в большом количестве постановок. В кино актер дебютировал в 1960 году, он сыграл в фильме «Обвал». А известность ему принесла одна из лучших его киноролей – молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине «Здравствуй, это я». 1965 года Джигарханян также широко известен и любим публикой по ролям в таких культовых работах, как «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Ширли Мерли» и многих других. В 1996 году актер основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, где стал художественным руководителем, а с 2005 года и директором. До самых последних дней Армен Борисович уделял время своему театру и проводил там много времени. У Армена Джигарханяна не осталось прямых наследников. Его дочь Елена погибла в 1987 году, отравившись угарным газом. Единственным близким родственником Джигарханяна был пасынок Степан, ребенок его второй жены Татьяны Власовой от предыдущих отношений. Всем спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok